Когда так хочется красивой жизни, успеха и любви, когда ты чувствуешь, что готов покорить весь мир. Для молодых, красивых и уверенных нет преград. Ну что, давайте выпьем за... Но как больно можно упасть? Наташа Алам голодала в Милане, когда ее модельное агентство разорилось. Ее спас иранский принц. Я один раз даже чуть не пошла на панель. Ингу Киселеву ждала корона мисс России. Но жестокий и влиятельный поклонник превратил ее жизнь в ад. Теперь Инга во всероссийском розыске. Руслана Коршунова была главным открытием Нью-Йоркской недели моды. Она выпала из окна своей квартиры на Манхэттене. Но никто, кроме полиции, не верит в самоубийство. Я никогда не слышала, что кто-нибудь так далеко улетел от места своего броска. Последнее видео Русланы за день до падения. Может быть, оно раскроет тайны ее гибели. Славянская русалка, русская рапунцель. Так называли Руслану Коршунову восторженные западные журналисты. Ведущие модельное агентство Нью-Йорка считали за честь работать с ней. А журнал «Вок» писал, что эта девушка способна свести с ума, что она одна из самых перспективных моделей на свете. А в Америке тебя не просто так не приглашают. Ты должен какие-то результаты показать, если ничего. Фотографии Русланы, рекламирующие духи от Нины Ричи, были повсюду. В журналах, по телевизору, на огромных билбордах. Длинноволосая фея в нежно-розовом платье олицетворяла юность, свежесть, наивность. В ней была какая-то классическая красота. Как-то что-то из прошлого века. Работать с Коршеновой мечтали Кристиан Диор, Кензо, Маскина, Пол Смит, Дикиюнвай. Один выход Русланы на подиум стоил 15 тысяч долларов. При этом девушка оставалась милой и скромной. Редко от моделей спасибо слышали. Они же сами такие распрекрасные, всегда в один момент понимают, что это она настолько такая красивая, что она бы и так бы стала крутой моделью. Но в Руслане такого не было. Никто не сомневался, Руслану Коршенову ждет блестящее будущее. Мировая слава, богатый муж, красивые дети. Но в 20 лет ее жизнь трагически оборвалась. Руслана жила в Алма-Ате в небольшой квартире с мамой и братом. Она росла нежной, неизбалованной домашней девочкой. У нее всегда были очень длинные волосы. Ей мама помогала мыть голову и расчесывать волосы. До 17 лет? До 17 лет. Ну конечно, но представьте, это ниже колена волосы. Татьяна Череднякова известный модельный агент. В одном из журналов она увидела фотографии девушки. У нее высокие скулы, губы. Но особенно вот меня всегда привлекали ее глаза. То есть я вот, у нее какое-то было особенное строение глаз. У нее вот нижнее веко, оно какой-то волны было такое вот. И там всегда была слезная жидкость, у нее всегда вот блестели глаза. Татьяна нашла эту девушку. Ею была Руслана. Да, мне всего 15 лет. Вот. И все началось в принципе с этого. После этого Череднякова долго уговаривала Валентину, маму Руслана, отпустить дочь в Париж на фотосессию. Обещала, что став моделью, Руслана сможет оплатить учебу в самых престижных университетах. И Валентина согласилась. Это я очень такой вопрос ребром. Потому что я никогда... Родители ребром поставили вопрос. Да, и родители тоже. Мама всегда хотела, чтобы пошла на экономистов. Но на самом деле меня не очень так привлекала профессия. Она что, вообще не хотела модельной карьеры? Не то, чтобы она не хотела. Конечно, ей интересно было путешествовать и язык изучить. И потом для нее это была возможность учиться. И в принципе она рассматривала работу как способ заработать на учебу. Но суровые законы модельного бизнеса одинаковы для всех. Даже для самых перспективных. Как нашла первые годы? Так же, как и все девочки на авансах. То есть вот нам подают какие-то деньги в агентство на неделю. Мы их тратим на еду, на проездные, в метро. А такси не может быть и речи. Ну, первые три года примерно так все. Ее все равно стали снимать очень крутые журналы. Но, опять же, я говорю, что она ничего с этого не зарабатывала. И в том-то вся фишка состояла, что тут такая непонятная вещь. Да, вроде ты уже знаменит. Тобой хотят работать все издания. И при этом ноль рублей, ноль копеек, долларов, евро. Вот, на счету, тебе хочется есть. И ты, в общем, скучаешь по дому. Руслана редко жаловалась и часто сама поддерживала других моделей. Очень она была подвижная, веселая. Прямо вот как будто на батарейках. Она все время старалась, чтобы все вокруг улыбались. Она никогда вот, ты стоишь, там, задумывалась в чем-то. Она подходит к тебе, да, что если она тебя плохо знает, начинает разговаривать с тобой. Там, почему-то грустная, там. Ну, вай, там, улыбайся. Ну, что ты в этом родишь? Она рассматривала модельный бизнес как средство зарабатывания денег. Она всегда говорила о маме. Она всегда говорила, что хочет сделать маме приятно, чтобы у мамы все было хорошо, потому что знала, как сложно удавалось ей растить. Ну, Руслану. Горшунова участвовала в самых главных показах, в том числе на неделях высокой моды в Париже, Нью-Йорке, Лондоне. Подписала контракт на рекламу новых духов от Нины Ричи. Она показала себя вообще великолепно в этом мире, в этом бизнесе. И вот, она поняла, что здесь нужно быть не просто красивой, а еще и умной, интеллектуально развитой, в общем, напористой, и чувство... достоинства, собственно, должно быть. Но слава и деньги не сделали Руслану счастливой. Ей нужно было большее. Что сделает с Русланой любовь миллиардера? Честно говоря, я скучала по той Руслане, которая была ребенком, нежной. Как модель из Ташкента стала иранской принцессой? Становится на колено, достает это кольцо и начинает делать предложение. За что с модельного подиума можно попасть в тюрьму? Полный контроль. Меня разделит практически по трусов. Проверили все на наркотики на оружие, потому что, как в итоге оказалось, я была таким особо опасным. Руслана Коршунова – лицо рекламных компаний «Дикионуай», «Кларинс», «Кинзо», «Маскина», «Нина Ричи». Востребованная модель недели высокой моды. У нее были красота, деньги и слава. Но в 20 лет ее жизнь трагически оборвалась. Руслана рано начала карьеру модели и уехала из дома. В своей квартире на Манхэттене в Нью-Йорке она часто чувствовала себя одиноко. Мама и брат не могли быть рядом. Любимого человека пока не было. Она поняла, что ей очень хочется такого тепла, да, любви, отношений. Как и любая девушка, примерно в этом возрасте мечтает найти свою половинку. Не просто найти, чтобы пойти потусить, а наоборот, чтобы создать семью. Ей было сложно открываться очень, да. На самом деле ее замучил весь этот пафос, да, вот эта показуха, как принято в шоу-бизнесе, да, во всем модельном бизнесе, что надо быть эпатажной, там, высокомерной, закрытой, холодной. Только так возможно чего-то добиться. Она для меня всегда была разумная, мудрая, с честным взглядом на жизнь, но в то же время она полностью была там ребенком в душе. Руслана считала себя влюбчивой, а вокруг нее всегда было много поклонников. Из серьезных увлечений Руслана в Нью-Йорке – Артем Перченок. Они встречались два года, потом расстались, но продолжили дружеское общение. В один из приездов в Москву на Руслану обратил внимание некий миллиардер. Она постоянно повторяла то, что ей нужен мужчина, зрелый мужчина. Да, есть такой тип мужчин, которые тусуются возле моделей, постоянно это такие бедные, псевдоромантические герои, которые как бы изображают сложный внутренний мир и часто вообще разводят моделей на любовь одну за другой, и это является неким стилем жизни и, видимо, повышает очень сильно самооценку. Руслана говорила друзьям, что миллиардер готов на ней жениться, но он, конечно, обманывал. Она была не первая и не последняя модель в его жизни. Поиграв с модной русалкой, он поступил жестоко. Через своего ассистента сообщил, что отношения закончены. Руслана болезненно переживала разрыв. Именно после расставания с миллиардером Руслана записалась на так называемые тренинги личностного роста в центр под названием «Роза мира». Там обещали, что после них можно реализовать все свои мечты и забыть о неудачах. А она сказала, почему она пришла? Она вышла на сцену? Да, она сказала потом уже. Ну, я опять же, я очень хорошо запоминаю всякие детали, но тоже у нее были проблемы личной жизни. Тоже, чтобы она не могла найти себе вторую половинку свою. То есть она очень храпая, да? Забыть и реально рассказать то, что у нее внутри. Абсолютно. И меня это просто восхищало. Это действительно было очень храпо. Она рассказывала про эту организацию, что там очень интересно, что там даются какие-то ответы на вопросы. И такой момент был, что она просто с ними на связи была 24 часа в сутки. Ей звонили, постоянно что-то говорили. Руслана проходила курс за курсом. Даже записала на тренинги свою маму и агитировала подруг. И даже просила меня пойти с ней, потому что им нужно было привезти нескольких людей на тот момент. Я ей объясняла, что у меня маленький ребенок. Я не могу от него вообще пока еще отлучиться не на 2 часа даже. А там нужно проводить почти трое суток, не выходя оттуда. На этих тренингах кричали, подвергали унижениям и требовали рассказать о самом сокровенном незнакомом людям. Участники получали странные задания раздеться при всех или порыться в помойке. Все это обещало в будущем новую жизнь. Каждый, не знаю, сотый человек, пройдя тренинги, называет меня зомпированной личностью, еще и сектантом и тому подобное. Я скажу тебе так, что когда я попал на тренинги сам, родители полгода считали, что я в семье. Знаешь почему? Потому что они не привыкли меня видеть другим. Да, я всегда в их глазах был одним, а тут я, пройдя тренинги, начал появляться в другом городе. Руслана тоже начала меняться. Она стала более агрессивной. Какие-то даже слова нехарактерные в ее лексиконе появились. Мы сразу отметили с друзьями ее, что она очень сильно изменилась. Вот. И, честно говоря, я скучала по той Руслане, которая была ребенком, нежным, таким воздушным человеком, радостным. Руслана собиралась пройти очередной курс, но ее срочно вызвали на работу в Нью-Йорк, а вскоре она познакомилась с Марком Камински, иммигрантом из России, занимающимся куплей-продажей дорогих машин. И он ей понравился. Я очень приучиваю девушку. С одной стороны, ее тянуло к нему, а с другой стороны, что-то отталкивало. Ну, она там иногда так в порыве каких-то эмоций в рассказе говорила, что бывает, что ссорятся, бывает, что он там ведет себя не совсем адекватно, иногда там может поднять на нее руку. Да, у него друзья какие-то бывшие, я так поняла, какие-то тюремщики, потому что на фотографиях даже видно, они все лысые и такие, постоянно все с пистолетами, с ружьями. Он вообще был взрывной очень. Это я знаю других девочек. Он склонялся всеми моделями. Почему-то он вообще мне не нравится, он как бы на... Ну, он, по-моему, не симпатичный совсем, но на него клевали все модели, причем самый лучший. Руслана встречалась с Марком, пыталась найти себя, много снималась. Но никто не мог предположить, что накануне своего дня рождения она погибнет. Ой, здравствуйте! Заходите, заходите. Очень приятно познакомиться. Я Наташа Алам, это моя дочка Валентина. Ай! Вот, пожалуйста, заходите. Мы живем здесь, в Лос-Анджелесе. Наташа Алам, восходящая звезда. Эффектную блондинку охотно приглашают сниматься голливудские продюсеры. Из последних ее работ романтическая комедия женщины с Мэг Райан и Эвой Мендес. И съемки в вампирской саге «Настоящая кровь». Не бросайте меня тут одну с этой тупорылой эмигранткой. Тупорылой? В Таллине я работала кардиологом. В прошлом осталось участие в показах «Версачи», «Гуччи», «Кристиан Диор», «Гальяна» на подиумах Парижа, Милана и Нью-Йорка. И, наконец, Наташа имеет титул «Иранской принцессы». Я хочу сказать откровенно, если Наташа сказала, что я это хочу, я это, она сделает. Наташа с детства нравилась привлекать к себе внимание, но в ее родном Ташкенте, где мужчина всегда прав, это желание было опасным. Подходят мужчины и говорят, что если ты не оденешь длинную юбку, то тебя просто зарежут. Наташу это не остановило. Когда руководитель местного театра моды Алишер предложил поработать у него моделью, согласилась. И он подходит и говорит, а вы не хотели бы быть моделью? Я говорю, ой, конечно, хотела бы стать моделью. Но этого ей было мало. Вместе с Алишером она поехала на заработки в Москву. Тогда, конечно, я не думал, что буду жить здесь в двух шагах от этого двора. Как бы у меня будет там своя квартира. Вот. А Наташа станет принцессой, там голливудской звездой. Без больших денег, но с огромными амбициями. Они шли снимать квартиру в районе белорусского вокзала. Он включает свет в прихожей. И мы смотрим, какие красивые обои. Все в цветочках. И вдруг, как он только включил свет, эти обои стали разбегаться. И оказалось, что там столько тараканов в этой квартире. Наташа и Алишер сразу решили, что если работать, то только у Славы Зайцева. На тот момент самого известного российского дизайнера. Приходим мы к Зайцеву. И Зайцев встраивает, значит, нам такой тест. Ну-ка пройдись. Я быстро подхватила и сразу же моментально начала повторять то, что они делают. И Зайцеву это очень понравилось. Зайцев взял к себе обоих. Алишер стал режиссером шоу, а Наташа участвовала в показах. Она была выносливой и жадной до работы. Мы проработали у него два с половиной года, по-моему. Алишер чуть меньше. И я у него дослужилась до одной из главнейших Примадонны театра. Когда мы еще в Москве, она была, видели ее, когда она у Зайцева работала, по телевидению. Так у меня полташкента. Меня звонили, не давали смотреть. Людмила, посмотри Наташу. Людмила, посмотри Наташу. Вскоре Наташа заметила элитное итальянское модельное агентство. Мы провели кастинг. Было, наверное, человек сто, наверное, на этом кастинге. Столько было девочек. И из всех отобрали только меня. Нахальная русская своей раскованностью сразила на повал сотрудницу агентства. И она говорит, ну хорошо, пошли в туалет смотреть на твою кожу. Я говорю, а что в туалет? Я вам здесь задницу свою покажу. Поднимай платье, смотри, показывай задницу. Они все офигели, конечно. Так Наташа Шуманчук попала в Милан. Ради успешной карьеры она не остановилась ни перед чем. Мне дали и мерседес, и лимузины, и водителя. И поселили меня в самом крутейшем районе Брея. Двухэтажные какие-то апартаменты у меня там были. Все сделали там, всякие кучу операций, там какие-то родинки удалили, зубы мне выпрямили, сняли брекеты, все заплатили за операцию по наращенному груди. Наташа работала для самых известных брендов. За каждый показ русская модель получала 5000 долларов. Произошел раскол, и главного, кто этим справлял делом, агентство Букера, его выгнали, уволили. И все, на этом лавочка эта прикрылась, я осталась на улице опять без работы. Наташа тогда не думала, что все это может кончиться в один момент, поэтому ничего не успела накопить. Я один раз даже чуть не пошла на панель, потому что было просто такое безысходное состояние, у меня нет денег, мне нечем платить за квартиру, мне негде спать, мне негде жить, мне негде есть, мне нужно идти зарабатывать деньги телом. От этого шага Наташу спасла знакомая модель из Польши. Та встретила ее на улице и за руку привела к себе в однокомнатную квартиру. Наташа начала усиленно учить английский, продолжала бегать на кастинге. Ей опять повезло, рекрутер одного из агентств предложил ей поработать на показах в Сент-Тропе. От этой поездки девушка ждала чего угодно, но только незнакомство с будущим мужем. В Монте-Карло мы идем в Джиммис, такой знаменитый клуб, и стоит какой-то парень, красивый такой, похож на Киану Рикс, такие длинные волосы, такая у него оливковая кожа. Просто, знаете, супермодель такой. Я прохожу мимо него, и щипаю его вот так вот за спину. И он поворачивается, такой довольный, что я что-то сделала, первый шаг какой-то, хватает меня за руку и отводит меня с этого танцевального зала куда-то в какое-то место, где можно поговорить. Это был иранский принц Амир Ибрахим Пихлевиалом. Первая красавица города Коврова Инге Киселевой 19 лет. Она уже востребованная модель в России и на Западе. Инге с детства многие говорили, с такой внешностью надо идти в модели. Похоже. В 17 лет девушка решила прислушаться. Отправилась на конкурс краса Коврова. Победу ей присудили. Единогласно. Не идет? После этого Инга всерьез задумывалась о модельной карьере и решила ехать в Москву. Родители поддержали. В столице дочь скорее добьется успеха, чем в родном Коврове. Такая вот она у нас, честолюбивая, конечно. Такая, все в характере у нее есть. Своего не отдаст. В первом же модельном агентстве, куда обратилась Инга, девушке предложили работу. Да, последний раз я кушала два часа дня. Она была на расхват фотосессии, участие в рекламе, выгодные предложения от зарубежных заказчиков. Ее портреты украшали обложки журналов «Космополитен» и «Эль». Она участвовала в показах «Диор» и «Ла Перла». Где бывают? Париж, Румыния, там Барака, Филиппины, Барсуан, Берлин и замка Дракула. Инга быстро становилась самой востребованной моделью в России и на Западе. Ее имя уже называли в ряду других русских красавиц Натальей Водяновой и Сашей Пивоваровой. Но однажды все это закончилось. В предотлету у меня была беззаботная девочка в предотлету в Милан. Не было никаких проблем. После я сюда вернулась уже, можно сказать, уголовницей. Вышла в зону таможенного контроля. Протянула руки вот так вот к сотрудникам уголовного розыска. Я ждала, что сейчас на меня наденут наручники. Меня разделят практически до трусов. Проверили все на наркотики на оружие, потому что, как в итоге оказалось, я была таким особо опасным преступником. С этого дня красивая жизнь Инги осталась в прошлом. Кто подставил красавицу Ингу Киселеву? У нас больше ничего нет, он все пошел забрал. Говорю, как все? Зачем иранский принц отправил Наташу Алам в психушку? Ты знаешь, вы уже год женаты, и вот вам уже пора начинать там типа спать с другими людьми. Последняя съемка Русланы Коршуновой за день до гибели. Смотрите по... У Инги Киселевой было все. Работа моделью, деньги и поклонники. Она возвращалась с отдыха, когда узнала, что объявлено во всероссийский розыск. Инга не могла предположить, что всему виной один из ее заботливых и внимательных друзей, с которым она познакомилась чуть более года назад. С задами. Да, мне нравится. Андрей проявлял заботу и внимание, но не слишком настойчиво. Всегда был готов прийти на помощь, но не требовал ничего взамен. Инга быстро привыкла к подобному отношению. Ты уже с нами как-то подсоединяешь? Мужчина должен помогать девушке, потому что девушке невозможно заработать ей денег, которые... Возможно, конечно, мне 19 лет, я просто не представляю, на какую работу я сейчас должна идти, чтобы купить себе машину. Заботливый друг не скупился на подарки. Дорогие часы, компьютер, телефон, модная одежда, а вскоре даже предложил Инге попользоваться по доверенности его автомобилем. Ну и как бы на кастинге, университет, то есть как бы для удобства. Маме, которая поселилась вместе с дочерью на съемной квартире в Москве, нравился серьезной и обеспеченной знакомой Инге. Да, мы очень любим чай пуэр. Куда ты столько набиваешь? Я даже вот в церковь ходила и говорила, Инна, поставь свечку, Инна, поставь свечку, Инна, поставь свечку. Видишь, какой человек хороший попался. Особенно нравилось маме, что Андрей не склонял Ингу к более близким отношениям, поэтому Инга считала себя свободной от любых обязательств перед ним. Ну, у меня тогда молодой человек как бы появился. С молодым и симпатичным Кириллом Инга познакомилась на фотосессии. Вскоре они же вместе собрались ехать в отпуск. Инга решила вернуть машину Андрею. И рассказать о своем романе. Я сегодня комфортно чувствую, что я встречаюсь с молодым человеком и езжу на чужой машине, когда человек как бы, ну, мы с ним не... У нас нет никаких отношений. Я как бы сказала там, ну, так и так я уезжаю отдыхать с ним, машину как бы, ну, хочу отдать, потому что, ну, естественно, там пошли какие-то, ну, как так, ты вообще не думаешь, что ты делаешь. Инга не придала значения словам Андрея, посчитала, что у него просто плохое настроение. Девушка оставила автомобиль на стоянке в аэропорту и улетела отдыхать. Приехал, естественно, в чемодане были однелетние вещи, там, ни одной вообще, ну, какая-то курточка была, легкая, кожаная. На улице минус 25, звонил маме за аэропорту. Там, мам, привет. Она такая, Инга, не езжай домой. Ну, у нас больше ничего нет, он все пошел, забрал. Говорю, как все? Незнакомцы, представившиеся милицией, заперли женщину на кухне московской квартиры. Вынесли из дома все подряд. Технику, одежду, даже нижнее белье Инге. Все, что когда-то Андрей дарил своей протеже. Это просто неожиданно. Они пришли с работниками милиции, сказали, что машина в розыске, что она в розыске. Я уехала в Ковров, естественно, потому что там уже начали преследовать. Когда-то заботливый и щедрый Андрей резко изменился. Если Инга не захотела быть с ним по-хорошему, значит, он будет с ним по-плохому. Для начала написал на Ингу заявление в милицию о в угоне машины. На которую сам же когда-то дал доверенность. Вот она, та самая фотография, которая была использована для всей этой провокационной акции. Андрей с Инга лично больше не общался, но продолжал травить ее через правоохранительные органы. По всему Коврову мама теперь видела фотографии дочери. Но не на рекламных плакатах, а на полицейских ориентировках. На них сообщалось гражданам, что Киселева Инга Сергеевна находится в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве в связи с угоном иномарки. Вот у нас весь город просто миллионами листовок завешан на каждом что было. Причем одни из моих друзей, что потом как бы известно стало, они видели, как приезжала машина ночью, расклеили такие здоровые мужики, расклеивали эти листовки. Смотри, что же самое. И телефоны, все. Срывай себе. Сколько можно висеть уже. Инга поняла, угрозы и преследование не закончатся. Рано или поздно ее все равно посадят в тюрьму. И тогда Инга приняла решение тайно уехать в Милан, где у нее был подписан контракт. Естественно, я там пыталась работать, но моральное состояние у меня было. Такое ощущение, что меня куда-то засунули в какой-то бочонок и вот так вот трясут, трясут. Пока Инга скрывалась, ее мама в ковре подвергалась постоянным допросам, а отец умирал от рака. Прости меня, Боже. Мне очень стыдно, что так произошло. За всю эту историю я не могла находиться рядом с ним. Как раз тот момент, когда я мог ухудшить состояние. Я надеюсь, он меня поймет, почему. Простит. Здравствуйте. Здравствуй, Инга. Здравствуй. Друзья Инги нашли адвоката. Он занялся ее делом и помог вернуться в Россию. Когда девушка оказалась в Шереметьево, ее встречали оперативные работники. Согласно юридической процедуре, в присутствии понятых, Ингу раздели и обыскали. 18-летнюю девушку, которая, в общем-то, прилетает из-за границы, которая, в общем-то, для нее, наверное, более обычно это находиться где-то на подиумах, а не как-нибудь задержанной. Из аэропорта Киселева доставили в отделение милиции, откуда после допроса отпустили домой. В Ковров Инга наконец-то смогла встретиться с мамой после шести месяцев разлуки. Вот, мой шанс. Это моя память. Я ее нашла, сохранила. Это когда я маме писала открытку. Причем, я не знаю, я была маленькой. 15 лет. Ну, самое главное, как бы, мы встретились. Потому что я, когда жила в Милане, я думала, что все, я там останусь. Либо мне было бы вообще предложение остаться там на 10 лет, пока здесь все не закончится. То, что говорили, что шансов вообще нет. Наташа приехала в Европу работать моделью. На одном из показов ее внимание привлек молодой человек Амир, называвший себя принцем. Я так и не верила, что он был принц до тех пор, пока мы не приехали в Нью-Йорк знакомиться с его бабушкой, которая была принцессой Ашерас. Мы заходим к ней в дом, и все там ей кланяются, целуют ей руку, говорят, Ваше Величество, Ваше Величество. И мне показалось, что они просто меня разыграют все, что он их подговорил, и они разыграют. И я захожу, начинаю смеяться, хлопаю бабку по плечу, говорю, о, молодцы. Она просто обалдела на меня все, все просто в таком шоке, как будто бы сейчас бомба здесь взорвалась. Я поняла, что действительно это все на самом деле. Амир ухаживал красиво, встречал Наташу из всех поездок на бронированном Мерседесе, водил в самые дорогие рестораны, на каждой встрече дарил драгоценности от картей Тиффани. Но был у ее красивого и богатого принца один существенный недостаток. И он все время бесил тем, что он ничего не делает и просто тусуется. Но принцев не бросают и Наташа сама сделала ему предложение руки и сердца. Амиру не пришлось повторять два раза. В Риме Наташу ждал сюрприз. Становится на колено, отстает его кольцо и начинает делать предложение. Я прям там как раз плакалась. Свадьбу молодые решили сыграть в Нью-Йорке. Она получилась скромной, ну, по меркам королевской семьи. Свадьбу сыграли у писательницы в Нью-Йорке, знаменитой писательницы Джуди Грин. На следующий день это было все в газетах, везде в Нью-Йорк Таймс, все там фотография наша была. Так Наташа Шаманчук превратилась в принцессу Алам. Родители Наташи не успели оформить визы, чтобы приехать на свадьбу. С мужем дочери они познакомились лишь через месяц. Они встретили нас в аэропорту, такой скромный молодой человек, с такими кудрями, черными, очень симпатичный. Наташа и Амир поселились в Лондоне. Поначалу отношения молодых супругов были идеальными. Они посещали все светские мероприятия, ездили на дорогие курорты Франции и Италии, одевались в самых модных бутиках. Наташа не работала и ни в чем себе не отказывала. Каждый месяц была только одна сложность. Маме Амира она явно не нравилась. Она во мне не видела дочь, она видела во мне соперницу. Он у нее единственный сын и ей было очень тяжело с ним расставаться. Спустя год бесконечные тусовки Наташи надоели. Тогда Амир стал веселиться без жены. Они постоянно тусовались, приходили домой, горы, кокаина, все все вынюхивалось, все алкоголь просто напивались так, что просто на следующий день уже не помнили, что произошло с ними и как. Я живу сама в Узбекистане, я знаю какие у нас порядки у наших узбеков. Женщина на женщина. Не зря ей одевали паранжу. Но одевать паранжу и бесконечно ждать мужа дома Наташа не собиралась. Она решила уехать в Америку, чтобы стать актрисой, а Мир с Наташей не поехал. Здесь в Америке вообще не интересует если ты из королевской семьи или нет, или ты принцесса, им абсолютно совершенно на это наплевать. Поэтому даже я когда говорила, на меня смотрели с презрением каким-то там и больше никто не хотел со мной общаться. Вот. здесь офис моего менеджера. Вот он и есть как раз это Виктор. Здесь я начинала. Виктор мой был первым менеджером и до сих пор остается один единственным. Конечно, если бы можно было сразу это использовать, то было бы немножко как бы толчок. И рассказать ее историю, как она попала сюда в Почему она бросила свое королевство там и свою жизнь шикарную? Принцесса Алам ходила на все кастинги и иногда снималась в массовках. А Амир звонил жене каждый день, уговаривая вернуться. Тогда она предложила ему оставить лондонские тусовки и переехать в Лос-Анджелес. Но надежды Наташи на новую жизнь не оправдались. Его самый лучший друг подходит ко мне и говорит, «Ты знаешь, вы уже год женаты и вот вам уже пора начинать там типа спать с другими людьми». Я говорю, «What?» Я говорю, «Так это же начало конца семейной жизни, если ты начинаешь с кем-то спать». Он говорит, «Ох, ты что? Здесь все так делают, все. Вот посмотри». И начал его знакомить с какой-то девушкой, прям при мне. Наташа неделями не видела собственного мужа. На нервной почве у нее начались депрессии. Она не спала по нескольким суткам. Я была в таком состоянии, что я уже не понимала, это был сон или это была реальность. И я уже забыла, что я приняла снотворное, я дала принимать еще, и в общем, еще, еще, еще. И так получилось, что я выпила больше, чем нужно, и вызвали скорую. Амир сообщил полиции, что Наташа хотела покончить жизнь самоубийством. По американским законам это означало, что девушку отправят к психиатрам. «Если ты пытаешься покончить жизнь самоубийством, то тебя закрывают на 72 часа в госпитале. В принципе, в психушке». Через несколько дней Наташу все же отпустили домой, где она обнаружила документы о разводе и заблокированные кредитные карты. Единственное, что, конечно, у меня осталось, это вот маленькая шкатулка, которая, в принципе, завалялась за диван. И тут вот кольцо. Такой вот кулон. Вот. И, естественно, вся одежда моя, все мои дорогостоящие бутяковые шмотки, которые я покупала, пока жила в Лондоне, все это осталось там. И мне это так и не вернули. Также мои какие-то личные фотографии, которые я снимала, даже детские фотографии, детский мой альбом, тоже все это осталось. Наташа переехала в небольшую квартиру и в очередной раз начала карьеру с самого начала. Руслана не стала накануне ее 21-го дня рождения. Она выпала из окна своей квартиры на Манхэттене. Протокол полиции Нью-Йорка свидетельствует. В 2 часа дня, 28 июня 2008 года, строитель на Уотер-стрит услышал сильный удар. Обернувшись на звук, он увидел девушку, лежащую на дороге. Погибшая 20-летняя супермодель Руслана Коршунова. Предположительно, покончила с собой, выпрыгнув из окна 9-го этажа. Она была очень милая и вежливая. Мы и не знали, что она супермодель до ее смерти. Мы думали, она студентка. Красивая, молодая. За день до гибели Руслана поехала в гости к бывшему молодому человеку Артему. Около пяти утра он отвез ее домой. Руслана тут же села за компьютер. Я получила от нее сообщение в одноклассниках. Она спрашивала, как у меня дела, где я нахожусь. И вообще, ну, какие-то такие обычные вещи. Я как раз была тогда в Париже, только прилетела в Париж. Она мне написала с приземлением. Она позвонила, спросила, что, как дела. Я сказал, что я в клубе, что особо долго разговаривать не могу, потому что здесь громко. Ну вот я говорю, у тебя все нормально? Да, у меня все нормально, просто хотел поговорить. Я говорю, ну тогда там, давай там через несколько часов. Ладно, окей. Клюва, я на вечеринку не пойду. Почему? На фейтингу десять. Десять часов. На ужин ты пойдешь? Что сказала полиция? Что Руслана сперва разрезала эту сетку. То есть она берет нож и прорезает дыру в этой сетке? Да, и бросает вот этот кусок сетки сюда. Дальше, как утверждает полиция, она идет сюда. И разрезает уже эту сетку, чтобы пролезть на соседнюю стройку. Они так и не сказали, откуда именно она упала. С этого балкона или с соседнего здания? Они не обследовали стройку? Насколько я знаю, нет. Полицейские сразу сделали вывод. Самоубийство. Дело закрыли через девять часов. И в полиции никому не показалось странным, что тело Руслана нашли на расстоянии 11 метров от дома. Это не просто прыжок. Для этого нужно было еще раздрежаться. Очень далеко. Прыжок вообще необычная форма самоубийства. Люди стреляются, вешаются, отравляются газом, ядами. Прыжки – это полтора процента всех самоубийств. И я никогда не слышала, что кто-нибудь так далеко улетел от места своего броска. Именно этот факт дал родным и друзьям основание предполагать, что Руслану убили. Кто был заинтересован в смерти Русланы Коршуновой? Скорее всего, ее либо заставили как-то очень жестко, либо ее убили. Последнее видео русской русалки. Смотрите после. Мама супермодели Русланы Коршуновой уже три года добивается возобновления расследования гибели дочери. Она и все друзья Русланы уверены – с выводами о самоубийстве полиция явно поспешила. Сколько мама не бьется после этого, сколько год, они не хотят этим заниматься. Тут явно что-то не то. И я сразу подумала, что это не самоубийство. Я сразу подумала, что, скорее всего, ее либо заставили как-то очень жестко, либо ее убили. Зная Руслану, зная, что у нее в жизни происходит, я не поверил. Потому что мне первое, что сказали, что она сама выкинулась из окна. И какое-то недоверие, неверие было уже потом, когда попалась. Вот, я хотела сказать, что Руслана все время писала на докладниках, да, там стихи и все-все-все. То есть это такой человек, который писал буквально там все время, постоянно, да. И если бы она сама, то мне кажется, она бы такое письмо написала. У близких есть несколько версий убийства Русланы. Друзья подозревают Марка Камински. Он мог приревновать ее к бывшему парню. Артем Пельтенок привез ее утром домой, ведь это был ее бывший парень. Я знаю, что Марке звонил утром, он сам это говорил, Марк. Но он не хочет говорить, о чем они разговаривали, так как он не хочет. Может быть, она ему специально сказала, и это было раньше мое мнение, что она ему специально сказала, что она была у Артема. Может быть, он пришел к ней, и они начали ругаться. Но оказалось, у Марка железное алиби. В день смерти Руслана, он ехал в аэропорт, встречает другую девочку из Москвы. Модель другого. Друзья не исключают и еще одной версии – доведение до самоубийства. И обвиняют в этом тренинге «Роза мира», который Руслана посещала в Москве. Что такое выход на новый уровень жизни? Он происходит через боль. Он происходит через дискомфорт. Любой прорыв человека, он происходит через это. Вот. По сути, тренинги вот этот прорыв приближают к тебе. Да? Не всегда, конечно, плавно. Иногда это бывает очень резко. Возможно, для Руслана этот прорыв был слишком резким, и он сломал ее. На своей странице в социальной сети Руслана писала «Я ведьма, и я могу летать». Если до этого человек просто был неудовлетворен своей жизнью, то после подобного рода групповой, так сказать, работа, он приходит в совершенно различном состоянии. Вплоть до просто клинической картины для тяжелых психопатических расстройств. У родных своя версия гибели Русланы. Ее убили из-за больших денег. За один съемочный день ведущие компании платили ей 30 тысяч долларов. Так как она уже зарабатывает, у нее могли бы быть какие-то, ну, не проблемы, а, может быть, кто-то претендовал на ее деньги. Однажды Руслана пожаловалась своим друзьям. Она случайно узнала о том, что ей недоплачивают. Востребованная модель не имела даже 60% от тех сумм, которые перечисляли агентство. И у нас однажды завязался разговор на эту тему, почему это происходит. Она говорила, что в том модель, если, по-моему, АНЖ Моделс, я не помню точное название агентства, вот, ей должны были приличные суммы денег. Да, насколько я помню, сумма варьирует где-то в районе полумиллиона долларов, может быть, больше. И что ей не хотят ее отдавать, и что из-за этого у нее сейчас там проблемы с работой. Руслана наняла дорогостоящих адвокатов, которые должны были помочь вернуть деньги. Чем не повод для того, чтобы такой неудобной модели не стало? Дело Инги Киселевой до сих пор не закрыто. Она по-прежнему считается главной подозреваемой в угоне, несмотря на то, что у нее была доверенность на автомобиль. Кстати, Мазда CX-7. Это самая машина, которая стала виновником всех моббек. Такой же цвет, такая же марка. А дела нету. Дело вот оно, с одной стороны, вот набрали папку, а с другой стороны убрали эту папку далеко. Никто не хочет реабилитации. Как, если будет реабилитация, за нее кто-то должен отвечать. После скандала с ее розыском, служба безопасности конкурса красоты «Мисс Россия» не допустила Киселева к участию. Я им не собираюсь ничего доказывать. Мне как бы, этот «Мисс Россия», я и без него жила, и как бы, мне не надо. Ну, обидно. Да даже не... Обидно, что шансы реальные были. Сейчас она соглашается на любую модельную работу. То, что после сегодняшнего показа, я останусь без волос, если все-таки не приходите. Только передвигается теперь она на общественном транспорте. После развода на память о бывшем муже принце у Наташи Алам остались только титул и фамилия. Теперь принцессе нужно было самой зарабатывать. Как и многие другие девушки, Наташа была уверена, что самый короткий путь к серьезным ролям и богатству лежит через постель. Я завязала роман с каким-то продюсером этого фильма, и он, да, привел меня на кастинг, и я сделала кастинг. И потом он мне говорит, слушай, говорит, завтра ты им всем понравилась, но у тебя немножко акцент, и они хотят вроде американку на эту роль, но режиссер хотел с тобой лично поработать над твоими сценами. С режиссером Наташа лично поработала, но роль так и не получила. Ты же обещала во мне позаботиться! Я обещал тебе работу и крошить секс, и все. Это повторилось не раз, и Наташа решила изменить стратегию. И сделала для себя вывод, что это будет не мой путь, я буду добиваться всего своими силами, буду заниматься над своей речью, чтобы избавиться от акцента. Добрый вечер. Я Вета. О, халам. Нет, у нас есть Наташа Алам. Да. Я ее назвал? Да, Наташа Алам. Наташа Алам. Как ты делаешь сегодня, honey? Сейчас Наташа Алам ведет привычную для голливудской актрисы жизнь. Может быть, когда-нибудь здесь будут мои руки и ноги. О, мой Бог, я люблю эту одежду, она очень красивая. Давайте попробуем это. Окей. Вау, посмотрите. Сумочку, обязательно сумочку. Как же без сумочки? Вау, посмотрите. У нее много чистолюбивых планов, но, кажется, самой главной вершиной своей жизни она достигла. Джоуи не принц, но тоже богат. Он владелец косметологической клиники. Ну что, готовы? Однажды она мне сказала за ужином, что она принцесса. Ну и что? И что такого? Я каждый раз встречаю принцесс. Ну что, давайте выпьем за... Два года назад Наташа и Джоуи стали счастливыми родителями очаровательной Валентины. Мне не надо быть принцем, чтобы чувствовать себя как принц. Сейчас у меня есть две принцессы. Жизнь прекрасна. Это знаменитый нью-йоркский фотограф Эрик Хэг. Он снимал Руслану за день до ее гибели. Это последняя съемка русской русалки. Ее всегда снимали в роли такой вечно юной и веселой девчонки. Но когда я с ней встретился, то понял, что она способна на много большее. Это был безумно жаркий день. В Нью-Йорке температура была за 30. Мы были на крыше. Солнце палило нещадно. Лучше, чем несколько минут на крыше оставаться было невозможно. Потом вдруг шел дождь. Странный, странный был день. Мы курили, шутили. Продолжение следует...